Здарова, ребятки! С вами я, Стив Про, и сегодня всех вас я приветствую на седьмой провальной части выживания на Скайблоке в Майнкрафте 1.5. Сейчас многие спросят, а почему провальная? А так я вам сейчас всё расскажу. Короче говоря, 15 минут назад я такой сижу, сижу, снимаю выживание на Скайблоке, а именно записываю вот эту седьмую часть. Записываю, вроде всё записал, да, вот видите, даже големчики такие, да-да-да, в итоге записал, всё вроде бы нормально. Но когда я просматривал видео, я понял, что у меня произошёл глюк со звуком, и я там кое-что забыл переключить. В итоге с моим голосом, рядом с моим голосом шла дорожка шипения. Ну, а убрать это шипение просто невозможно, даже если я его как-нибудь убрал, произошёл бы какой-нибудь глюк с моим вообще голосом. В итоге толку в этом видео я не видел, и я решил сделать вот такое небольшое видео по якобы седьмой части выживания. Но в том видео, которое я снимал, мы с вами выполнили все задания, которые у нас остались на этой карте. Поэтому, ребятки, сейчас я вам всё расскажу, что мы сделали, и что у нас в итоге получилось. Как вы понимаете, это у нас прощали, точнее, последняя серия выживания на Скайблоке. Я ещё думал, что мы не успеем с вами всё сделать, но в итоге мы с вами всё успели сделать. Давайте начнём с самого начала. Короче говоря, там было задание набрать 55 брёвен берёзы. В итоге я всё это делал в течение, наверное, 15 минут. И у меня, кстати, ребята, было 2 стайка костной муки, даже не спрашивайте откуда. Это всё кости. И, короче говоря, я так всё выращивал, выращивал, и в итоге у меня, ребята, получилось 55 брёвен. Ну, а задание набрать 50, то есть задание мы с вами выполнили. Всё, молодцы. Вот, дальше было задание, ребята, собственно говоря, собрать 64 костной муки. Это задание мы с вами также выполнили. Всё, вот оно у нас выполнено. Ну, а дальше задание идёт сделать 16 стекляной панели. То есть сделать 16 стекляных панель. В итоге я сделал 32, и спросите, откуда, как? Ребята, мне пришлось, собственно говоря, полностью разобрать песчаный остров. То есть, смотрите, вот у меня здесь песочек. И, как вы помните, вот здесь у нас на другом конце острова был песок. В итоге я его весь копал вместе с вами, по идее. Но эту серию вы не увидите. Вы видите вместо этой серии вот эту серию, потому что там, ребята, произошёл глюк. Да, я реально очень сильно разочарован. Но, блин, ничего сделать я, к сожалению, не могу. Короче говоря, движемся дальше. Дальше было задание сделать 10 каменных кнопок. Как мы его также выполнили. Я, собственно говоря, брал камень и его переплавлял. Точнее, брал булыжник и переплавлял булыжник в камень. В итоге мы с вами сделали 10 кнопочек. Задание мы с вами также выполнили. Ну, это просто, ребята, замечательно. Также там было ещё одно задание. Сделать ферму тростника. В итоге, как вы помните, мы с вами в шестой части эту ферму сделали. Но сейчас многие скажут, что это не ферма. Но, ребята, по идее, это ферма. Почему по идее? Потому что вот так я могу взять спокойно костную муку. И вот так могу всё собирать. Ну, а толку тратить какую-то ещё траву на эту ферму я просто не вижу, ребята, в этом смысла. Поэтому вот такой фермы мне тоже хватает. Это задание мы с вами также выполнили. И всё, заданий там больше, ребята, не осталось. Нет, на самом деле там были задания по типу собрать 10 красной шерсти, собрать 10 фиолетовой шерсти, там зелёный. Но понимаете, что эти задания можно выполнять бесконечно. То есть, к примеру, я никаким боком не смогу добыть красный краситель. Нет, конечно, может быть, смогу. Допустим, там собрать маг. Но понимаете, чтобы сделать всю эту шерсть, мне потребуется очень много времени. Ну, вот жёлтый краситель я где-нибудь добуду, зелёный. Нет, зелёный, ладно, я добуду. Фиолетовый. Это нужно ждать, чтобы заспавнулся овечка. Ну, а такой шанс выпадает довольно редко. Поэтому, если выполнять все эти задания, вот по типу твоих, то Скайблок у меня будет бесконечным. Но он уже всем надоел, в том числе и мне. Поэтому, ребята, мы с вами сегодня официально Скайблок закончили. То есть, всё. Все задания мы с вами выводили, мы с вами молодцы. В итоге, вот так мы с вами развились за 7 серий. Довольно быстро мы с вами прошли наш Скайблок, наш остров. Я этому рад. У нас получилась небольшая ферма коровок. Кстати, мне пришлось сломать им заборчик. А то здесь у меня не росла берёзка. Здесь была берёзка, вот. Мы с вами, ребятки, также, собственно говоря, сделали ферму арбузов, ферму тыквы, пшеницы. Здесь у нас испавнилось 3 кролика за всю игру. И ещё сверху у меня был, по-моему, крипер. Только он, походу, пропал. Да, ребят, там реально сверху бродил крипер. А вот у нас страница, у нас я ещё остался. То есть я ещё помню, ребят, в 7 серии, что он там был. Короче говоря, ночью у меня просто там тупо заспавнился крипер. Вот, да, он там ходит. И он меня довольно сильно пугал. В итоге, ребята, вот так мы с вами развились. Да, я не построил суперски крутой там домик. Но я не вижу в этом смысла. Потому что Скайблок это такая карта, которую мы с вами пройдём. И больше мы к ней возвращаться не будем. И я не вижу смысла здесь что-то строить шикарное. Потому что толку от этого нет. Хотя, ребята, я внутри домика поставил вот такой маленький декор. Сделал, точнее, из книжечек. Вот. Ну и, короче говоря, вот так у нас всё внутри выглядит. Да, довольно бедновато. Ну и, говорю, смысла, опять же, я не вижу делать всё роскошным. Короче говоря, ребята, вот такой остров у нас получился за всего лишь 7 серий. Что касается Ада в Аду, у меня ничего нету. Ну, наверное, так и должно всё быть. Короче говоря, не знаю, ребята. У нас всё довольно нормально. Мы с вами за целых 7 серий смогли пройти Скайблок. Я этому, опять же, очень рад. Вам большое, ребятки, большое спасибо за то, что вы смотрели все мои серии Скайблока. Вам реально за это спасибо. Ну и, короче говоря, как я обещал, после Скайблока мы с вами начинаем выживание в Террарии. Ну вот Террария, конечно, ребята, затянется на довольно долгое время. Во-первых, это очень-очень сложная игра, в которую мы с вами будем играть довольно долго. Я думаю, что там будет серий 50, может быть, даже и больше. Смотря сколько мы будем с вами играть по времени. Но если там минут 20-30 серий будет, как и сейчас, то, наверное, в 50 серий уложимся спокойно. Хотя, не знаю, ребята. Это Террарио я знаю довольно плохо. Вот компьютерную версию. Но с мобилкой у меня все хорошо. Но нет интереса играть на мобильном устройстве. Поэтому мы с вами Террарио будем проходить на ПК. Версия самая последняя. А именно 1.3, 1.5, 1.4 вроде или 1.3. Я уже не помню. Короче говоря, там определимся. Скорее всего, ребята, серия по Террарии выйдет уже на следующей неделе. И еще здесь есть такая небольшая новость. Собственно говоря, на следующей неделе я уезжаю на сборы. Поэтому от меня будет довольно мало видосов. Они будут выходить не каждый день. Но вы знаете, что такое сборы? Это, короче говоря, когда ты уезжаешь на 5 дней в поле, так сказать. И, короче говоря, домой просто 5 дней не приходишь. То есть без учебы, без всего. Вот. Поэтому видосиков от меня как бы формально не будет. То есть они как бы будут. Но это дело, что это будет небольшая формальность. То есть видосики будут засняты заранее. Поэтому, ребята, не обижайтесь. Не спрашивайте, почему нет это видео. И в ВК я также отвечать 5 дней не буду. Но в ВК у меня будет статус. Типа меня нет там до такого дня. Но вы все узнаете, ребята. То есть в понедельник я уезжаю, а в пятницу уже приезжаю. Да, довольно быстровато. Но это и к лучшему. Короче говоря, ребятки, SkyBlog закончен. Всем большое спасибо. Ну а на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok